Тем временем в Сыктывкаре на базе регионального отделения ДСАФ при поддержке руководства Республики Коми открыты курсы по обучению операторов-беспилотников. За четыре недели здесь осваивают сложнейшие процессы управления квадрокоптерами, чтобы впоследствии эти навыки применить в зоне специальной военной операции. Подробности у Алексея Карачмы. Дрон Камикадзе заходит на позицию условного противника. При сильном боковом ветре пилоту необходимо удержать равновесие и поразить заданную цель. Работа ювелирная. Малейшая ошибка чревата потери беспилотника. Когда садишься первый раз, кажется, что это вообще нереально на самом деле. А потом это приходит с практики. Очень хорошо обучают, очень доступно все объясняют. То есть спадаешь практически на лету. А принцип? Ну, принцип автошколы. То есть он тоже сначала на эмуляторах, теория, правовые нормы и так далее. Пилот вынужден ориентироваться по картинке с камеры. И здесь нужен навык в управлении. Важно научиться управлять дроном интуитивно. Тренировать вестибулярный аппарат и мелкую моторику пальцев. Ежедневные монотонные упражнения. Без этого никак. Навыки в компьютерных играх здорово помогут, говорит инструктор. К ноутбуку подключаются очки, в которых они будут летать в реальности. И постепенно отрабатываем. Потому что дрон летает абсолютно без стабилизации. То есть он, грубо говоря, даже в горизонт сам не возвращается. Полностью все руками. За счет именно такой точности управления, умелый пилот, он может на такой птичке просто лететь в форточку. В первой группе подготовку проходят 5 человек. Спустя 3-4 недели все они сдадут экзамены и получат свидетельство. После отправятся в зону специальной военной операции. Эти курсы проводим для военнослужащих, для добровольцев, для сотрудников силовых структур. Для всех тех людей, которые планируют и участвуют в специальной военной операции. В первую очередь подготовка у нас направлена на пилотов, так называемых FPV-дронов. То есть это те квадрокоптеры, которые практически не имеют системы стабилизации. И управление идет за счет видеоизображения, которое поступает от камеры квадрокоптера в очки оператора. Теорию курсанты оттачивают практикой. На аэродроме в Карт-Керосе это место, разрешенное для полетов. В реальных условиях, на разных моделях квадрокоптеров. Сегодня каждый учащийся, обучающийся попробует полетать в настоящем квадрокоптере. Почувствует уже ту разницу, которая имеется между полетами на симуляторах и полетами в реальности. Так что сегодня у вас богатый день, я думаю, в первый опыт будем летать. На фронте внешние пилоты по управлению дронами крайне востребованы. А значит и курсы в ДСААВ станут регулярными, уверены организаторы. Возможно, в недалеком будущем обучать полетам будут и гражданских. Как ни крути, оператор беспилотных летательных аппаратов входит в топ-50 самых востребованных профессий.